Послания к будущим поколениям – это мост через время. Через них мы можем поделиться своим опытом и вдохновить на новые открытия. Такую капсулу с посланием решили заложить в основании будущего гостиничного комплекса, который развернется на Орлиной сопке Владивостока. Мы находимся на земельном участке, где запланировано начало строительства пятизвездочной прекрасной. Вы видите на проспектах гостиницы. Очень радует то, что наш гостиничный комплекс развивается в Приморском крае. И это будет третья гостиница такого уровня пятизвездочная. Строительство этой гостиницы – это важнейший фактор, который будет позволять и развивать Приморский край, и привлекать и российских граждан, и иностранных граждан в виде туристов на территорию Приморского края и на территорию Дальнего Востока. В торжественной церемонии закладки принял участие Петр Фродков, председатель банка ПСБ, при поддержке которого ведется строительство нового комплекса. Сейчас мы только что заложили капсулу символическую, имея в виду, что администрация города Владивосток согласовала нам архитектурную концепцию. Поэтому, в принципе, мы уже примерно понимаем, как гостиница будет выглядеть. Мы сейчас начали проектирование и надеюсь, что в первом квартале 2025 года начнем строить. На территории одной из самых панорамных точек Владивостока будет располагаться 24-этажный многофункциональный гостиничный комплекс категории «5 звезд» на 200 номеров. Это и гостиница, это и ресторанная зона, это и торговая зона, это и деловой центр, это и СПА-зона. В общем, это такая точка, в том числе, в протяжении и гостей, и не только. Кроме того, в рамках поездки на Дальний Восток Петр Фородков провел встречу с Олегом Кожемяко, губернатором Приморского края. Встреча закончилась подписанным двусторонним соглашением о сотрудничестве для поддержки особо значимых проектов. Мы давно сотрудничаем, уже банк представлен в регионе. У нас несколько направлений ключевых. Первую очередь, это, конечно, вопросы, связанные с обеспечением работы предприятия оборонно-промышленного комплекса. Это и гражданский сегмент, конечно, это и гражданское машиностроение, например, судостроение, это наш один из крупнейших клиентов, например, судоверфи и так далее. Это малый и средний бизнес, розничный бизнес с упором на, опять-таки, на такие продукты, например, как военная ипотека. Реализация гостиничного комплекса станет элементом строящегося театрально-музейного центра во Владивостоке. Этот проект – часть масштабной программы по созданию культурно-образовательных кластеров в регионах России. Диана Иванова, Денис Вадеев. Новости на Восьмом.